Исторический саммит. Именно так окрестили встречу глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества. Накануне в столицу прибыли ее участники – президенты России, Китая, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На встрече планируют обсудить глобальные вопросы и наметить план совместных действий на будущее. Одним из главных вопросов заседания станет принятие новых членов организации. До начала саммита остается совсем немного. На месте работает наша съемочная группа. Подробнее о том, чему будет посвящена нынешняя встреча, готова рассказать моя коллега Сабина Сексимбаева. Сабина, вам слово. Добрый день, Эльвира. Да, встреча обещает стать очень насыщенной. Буквально вчера для глав государств прошла торжественная программа, а уже сегодня участники саммита будут обсуждать вопросы глобальной повестки дня. На встрече будут присутствовать главы всех шести государств членов ШОС – Казахстана, России, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Казахстан председательствует в организации с июня прошлого года. Среди основных приоритетов председательства страны – укрепление региональной безопасности, развитие экономического сотрудничества, а также раскрытие транзитно-транспортного потенциала. Уже известно, что ключевым событием нынешней встречи станет присоединение к Шанхайской организации сотрудничества Индии и Пакистана. Меморандумы об их вступлении в организацию были подписаны еще в прошлом году на полях саммита в Ташкенте. По мнению экспертов, после этого значение ШОС как одной из крупнейших региональных организаций значительно возрастет, как и ее влияние и авторитет. А количество людей, живущих в странах-членах ШОС, достигнет 40% мирового населения. Другим вопросом 17-го заседания станет принятие сразу нескольких документов. Среди них – Астанинская декларация и Конвенция ШОС по противодействию экстремизму. Главы государству также дадут оценку текущему положению дел в организации и определят задачи и цели на будущее. В преддверии саммита президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что в работе организации необходимо укреплять экономическую составляющую. По его словам, положительная динамика ШОС связана с развитием программы «Новый шелковый путь». Отмечу, что накануне президент Казахстана встретился с китайским коллегой Си Дзиньпином. На встрече в аккорде главы государства обсудили итоги и перспективы сотрудничества. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Китай остается для Казахстана ведущим партнером и инвестором. Глава государства также провел встречу с главами Кабминов Пакистана и Индии, стран, которые вот-вот станут полноправными членами шанхайской организации. А я напомню, что шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. Главные задачи ШОС – это укрепление стабильности и безопасности на евразийском пространстве, которое объединяет государств-членов, борьба с экстремизмом и терроризмом, а также развитие экономического сотрудничества. О том, к чему пришли главы государств-членов ШОС, можно будет узнать уже в итоговых выпусках. У меня пока на этом все. Эльвира, вам слово. Благодарю, Сабина, за подробную информацию. Напомню, Сабина из Сексимбаева рассказала о заседании Совета глав государств-членов ШОС. Субтитры создавал DimaTorzok